всем привет мои хорошие мы сегодня решили приготовить говядину мраморную на сковороде вот такая вот говядинка она вакуумной упаковки здесь написано шницель из говядины это мироторг полуфабрикат ну так как это шницель не стейки стейки они по толщине просто больше поэтому просто на срок на время приготовления времени потребуется чуть чуть меньше чем стейки обычно ну вот я хочу сделать это на масле дочка говорила без масла поэтому решили сделать на масле две штуки одну она сделает уже потом на своем канале увидите она будет делать без масла и что из этого получится увидите давай я скажу почему мы вообще решили это сделать и почему же я купила эту мраморную говядину потому что я приехала с поездки и муж меня баловал домашним приготовлением очень вкусной мраморной говядины я взяла не то что там продавалась в магазине взяла что-то похожее у нас были спеки побольше но он так вкусно это готовил что я вам скажу что это надо еще найти какой-нибудь крутой ресторан где так сделать вкусно я нашла и говорю давай мы попробуем сделать в общем сейчас мы будем взять по этому рецепту и то есть я буду по памяти как он делал все это очень просто вот ну попробуем что у нас получится потому что у нас были они толще здесь потом еще в общем будем делать по рецепту стейков но на самом деле шницеля потому что стейки у них толщина 35 сантиметров толщина ну чтобы они были сочные сочность не потерялась просто надо будет побыстрее пожаре вскрываем вакуумную упаковку доставая парочку одинаковых штучек парочку достанем вот эти вот одинаковые данных так девочки мы просто положу на досточку так как это полуфабрикаты они уже готовы и они уже готовы именно к приготовлению поэтому их не надо мыть они свежие и поэтому я просто уже посолю поперчу давай я это сделаю давай и так как это делал мой любимый подожди для начала нам нужно же включить сковородку мы не включили на хорошие прям хорошо разогретую сковороду надо уже будет класть наливаем маслица я не помню сколько масло масло лишнее она не будет я думаю потому что она будет тогда хорошо нормально прожариваться масло нас золотая семочка так но пока перевести все сюда смотрите значит он солил вот этой же соли морская соль солил хорошо соли не жалел и тем не менее когда я ела мне достаточно было прямо не пересолено ничего солил и вот так вот перчет я была удивлена что при таком простом приготовлении получается так вкусно то есть он перца тоже не жалел даже это я сейчас его жалею перц он больше дел переворачиваем также солим и перчим но куда-то все убирается потом удивительно что я не люблю вообще-то перчетная сильно но мне вообще было не причем и вообще не соленый так ждем пока как следует раз колец ну что у нас нагрелась сковорода уже и мы таким образом кладем наши а ты на время смотришь сколько примерно времени надо они много это будет это если толщина три сантиметра связи я думаю три минуты с одной стороны три минуты с другой стороны но я смотрю на часы в общем поглядываю но это так примерно три минуты да так мы что смотрим что тут у нас давай включим вытяжку на одну единичку на одну единичку ставь тишку будет тихо пусть вытягивает красиво давай да да я тоже думаю что надо так ну так это надо переворачивать несколько раз да ладно давай доверимся тебе надеюсь не испортим то что надо хорошо но наверно уже наполовину готово да может быть пока еще подпитать надо вот этой лопаточкой да готовим все время на сильном огне да да кстати от мяса очень сильно зависит у нас было мясо мраморное прям шикарное минус мира торт прям идеально все получалось по-разному готовили чуть-чуть мансы ходили один кусочек он был не мрамор он был одной прожилкой такой он уже был сухой поэтому тут не угадаю я взяла максимально приближенный потому что у нас ну-ка посмотри что там все стороны давай перевернем да но главное чтобы влага внутри осталось чтобы он сочный был внутри ну будем опытным путем до добиваться желаемого результата а мне тоже кажется давай тарелку все выключай главное не не передержать сок течет значит сочная должна быть может это масло ну сейчас и узнаем да так давайте посмотрим не будет ли у нас кровь там брызгать режь не бойся мне кажется что она все равно не такое во первых она тонкая явно тонко у нас было короче потолще раза в ну в два как минимум ну вроде сейчас два попробуем давай попробуем ну сколько мы жарили примерно минуты четыре да вообще мало ну а так и надо она же тонкая так ну ну что мама чё ли давай 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 иди сюда скорее пробуй напекай-ка хочу попробовать не терпится уже мы еще лимончик добавляли ну маме может понравиться вообще на самом деле для меня вообще очень важно чтобы хорошо жевалось мясо чтобы оно прям таяло в рту это редкость мясо суточное скажу ну вообще для говердин живется нормально вот этот кусочек получился как вот тот который я вам рассказывал который был суховатый вкусно классно но вот эмираторку там раморная говердина листы я не помню ну нету не было у нас пятерочки не было и вот тот кусочек он был короче суховатый то есть он вкусно тоже классно и здесь вкусно все классно но по сравнению вот надо будет найти тот короче стейк ну вообще в интернете сегодня лазила смотрела какие бывают виды мраморной говядины их там бывают но мало того что там говядину кормят по-разному и еще бывает шейная часть там еще какая-то часть еще какая-то часть то есть из трех каких-то частей и деталей вот этой вот говядины поэтому от этого зависит еще и вкус и все остальное вот ну а мне понравилось я еще хочу вкусно вот это три до пяти сантиметров в общем делитесь своими рецептами как вы готовите но чем проще тем лучше без заморочки может быть какие-то лайфхаки с говядиной чтобы она была вот самое главное чтобы растаяла во рту чтобы не нужно было во рту жила и как жвачку это больше всего да кусок мяса и вот без этих там розмарин там еще там какие-то вот эти вот травы приправы кто знает секрет без марина без маринада желательно без фольги и без ничего всякую все в раз кусок мяса пожарил и она сочно вкусно если у кого-то есть такой рецепт напишите пожалуйста в комментариях ну вот и все мои хорошие на этом видео заканчиваем в общем кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал кто не подписан и до новых встреч жду ваших комментариев пока пока